Яд из крана. В Черкасской области уже более 10 лет в дома подается неочищенная вода. Почему скрываются результаты анализов? На кого пеняют чиновники? И чем это чревато для местных жителей? Разбирался Станислав Кухарчук. Семья Владимира уже не первый год пользуется бытовыми угольными фильтрами. Стационарные очистители на кран поставить невозможно. Они быстро загрязняются и забиваются известковым налетом. Да и эти угольные менять приходится каждый месяц. Это угольный свитер. Он забрудняется, но меньше стоит 60 гривен. Местную воду не выдерживают даже коммуникационные системы, уверяет сантехник Виталий. Он показывает кусок водопроводной трубы, которую накануне вырезал на порыве в этой пятиэтажке. Внутри земля в перемешку с глиной и мулом. Вот это в каждом квартире. Сейчас зайди, разбери кран с чутчиком. Будет такая самая х**а. Капитальный ремонт городского водопровода не проводили с 60-х годов. Время от времени коммунальщики только латают трубы. Вот из этого колодца воду подают на целый микрорайон. Еще неделю назад здесь не было ни забора, ни люков. А сам резервуар был закрыт лишь деревянным поддоном. Рабочие признаются, в насосы никогда не ставили даже элементарных фильтров. Ну фильтры их нормальные. Подобная ситуация с очисткой воды и на трех остальных водозаборах. О состоянии воды во всех колодцах хорошо знают в местном отделении Черкасского лабораторного центра. В конце апреля эпидемиологи провели анализ воды из центрального водопровода. Результаты ужасают. Превышение солей в полтора раза, а нитрата вдвое больше нормы. Местным жителям, правда, эти результаты не обнародовали. Ни коммунальщики, ни местной власти. Первый заммэра, который, к слову, уже 7 лет подряд бессменно отвечает за коммунальную сферу, не смог ответить, почему горожанам подают воду без предварительной очистки. Он лишь упрекает директора коммунального предприятия, уволенного несколько недель назад. Ну я же не могу людину заставить и с рахунку прораховать гроши и придбать фильтр. Так само, как и говорилось про станции для очистки воды на центральном водогоне. Он же ваш безпосередний. Я понимаю, что безпосередний. Ну, значит, как вам правильно сказать? Вказовки я давал, а они не выполнялись. Пока же чиновники перекладывают проблемы с очисткой воды друг на друга. Жителям городища приходится пить воду с нитратами. Альтернативы попросту нет. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.